Первый кубок по футболу среди поселков прошел на стадионе в Дружбе. 12 команд для старта вполне прилично. Игроки настраивались, разогревались и с волнением выходили на поле с целью победить. Идея турнира – проверить, в каком населенном пункте, поселке, деревне, на какой улице у нас больше развит дворовый футбол, где самые сильные команды, самые сыгранные ребята, и повысить патриотизм к малой родине, к своему поселку, к своему селу. Команды поделили на четыре группы, по три в каждый. Победить соперников означало выйти в плей-офф. Центр, центр! Подойдите, подойдите! В этом мероприятии у нас уже второе. До этого было Дружбиняда здесь, по четыре вида спорта. Теперь мы начинаем уже проводить футбольные мероприятия. В дальнейшем там будут и другие. Сегодня участвуют в этом кубке поселений 12 команд. В дальнейшем будут турниры по волейболу, по настольному теннису, по бентону. Мы планируем заняться очень... Постоянно этим заниматься, продвижением спорта среди населения. Не только поддрительными вещами. Вот сегодня совместно с спортивным обществом Дружба привели, проводим турнир. В дальнейшем планируется проводить проведение спортивных предприятий среди детей. Основной, конечно, у нас цель это как можно больше детей привлечь к спорту. Ну и также не забываем и про взрослых в том числе. Также у нас планируется летом приведение Дружбиняда номер два. Так что следите за новостями, ждем гостей. Желаем, чтобы в следующий раз у нас присоединились больше команд, что это было бы по всему районному поселению, участке команды. В каждой группе определился победитель. И уже на следующий день были сыграны матчи плей-офф, одна четвертая, одна вторая и финальные игры. Победителем стала команда из Гжели. Андрей Пластунов, Елизавета Скребина для программы «Городские вести». Продолжение следует...